Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно по вторникам в прямом эфире я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Напоминаю, у нас прямой эфир. Телефон в студии на ваших экранах. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Вот в прошлой программе у нас был интересный звонок. Он, правда, уже был под занавес нашего разговора. Но он был очень интересный, и тема была у нас интересная. Напомните, может быть, Алексей? — Ну, по сути, звонок был о том, звонила женщина, мама взрослого сына, и спрашивала сына с диагнозом, скажем так, да, с психиатрическим. И спрашивала, что можно сделать, каким образом повлиять на то, чтобы он обратился за помощью к психотерапевту. И нам что-то, я надеюсь, удалось в прошлый раз по этому поводу подумать, сказать. Но я хотел бы вот в какую сторону продлить. Что этот ее вопрос и размышления во след, они характерны или они применимы не только для таких ситуаций, где помощь требуется, возможно, требуется ребенку или там взрослому мужчине. Да, по-моему, речь шла о 30-летнем мужчине. То есть идея какая? У нас в семье есть некто, кто, на наш взгляд, нуждается в помощи, но этот некто, и он, может быть, даже сам признает, что он нуждается в помощи, но этот некто, сын, муж, жена, мама, папа, ну, кандидатов на эту должность может быть много. То есть кто-то из близких. Кто-то из близких. И он не хочет идти к психотерапевту. Ну, например, пьющий муж, я так немножко заострять буду, да, или муж, который, или жена, которая изменила и которая, ну, кажется, поставила под вопрос все существование семьи. Сейчас, например, одна из проблем не только пьющий муж, но и играющий муж. Играющий, играющий, работающий, работающий, не важно, да, в данном случае не так важно, кто-то из супругов, ну, как будто, или кто-то из участников семьи, шире поставим рамку, ну, вот что-то демонстрирует, там, я не знаю, ребенок в школе хулиганит и бьет, значит, своих одноклассников. И нас вызвали в школу, и директор школы, или там заучили, школьный психолог, или они все вместе нам сказали, слушайте, ну, вашего ребенка нужно, там, психотерапевту, психологу. Ну, вот они его за руку приводят, и хорошо, ну, так хорошо, да, в смысле согласия, когда этому ребенку, например, там, 8-9 лет, да, он послушно приходит, да, когда ему немножко больше, он скажет, ну, не буду я ходить, или что-то такое, да, ходите сами, или его не найдешь. Вот, и вот кто-то в семье нуждается, и этот кто-то не хочет эту психотерапевтическую помощь получать, и, в общем, у семьи возникает вопрос, а как сделать так, и, собственно, звонок нашей зрительницы в прошлый раз был о том, как сделать так, как повлиять на человека для того, чтобы он пришел. И мы с вами поговорили, вот возникла такая идея, ну, она, я ее озвучил, она возникла намного раньше, но, может быть, она не такая популярная. Давайте я напомню, вы предложили прийти нашей телезрительнице самой в кабинет к психотерапевту, и, возможно, в процессе общения узнать больше и о диагнозе, что, возможно, приведет к большему пониманию, ну, собственного ребенка, и приведет к пониманию вообще тех процессов, которые в семье происходят. Все верно, да, прийти самой и задать специалисту те вопросы, которые ее беспокоят, которые у нее есть по поводу сына, по поводу себя и сына, по поводу семьи. То есть я в нашей сегодняшней передаче хочу какую мысль разместить, ну, так, вокруг нее общаться, что сейчас не без оснований мы психологи, психотерапевты, психоаналитики, да, системные, семейные психотерапевты, я так в одну кучу, не без оснований смотрим на то, что душевные расстройства имеют не только биологическую подоплеку, и в каких-то душевных расстройствах ну, этой биологической подоплеки побольше. Ну, вы имеете в виду, что там, поражение головного мозга, например? Ну, не обязательно. Вот, ну, считается, что, допустим, шизофрения, эндогенная так называемая депрессия в рамках маниакально-депрессивного психоза, то, что раньше называлось маниакально-депрессивным психозом, да, и, ну, вот этот вот спектр заболеваний, истинное сумасшествие, да, что это вот люди, которых, ну, вот так вот обидела природа, по большому счету, да, все, что им нужно, это биологическое лечение, медикаментозная терапия, какие-то, в общем, если медикаментозной терапией не получается все это скорректировать, другие способы, я сейчас не буду перечислять, ну, включая там электрошоковую терапию и тогда инсулины с комами и так далее. То есть вот биологический фактор и, значит, перспективы таких пациентов не очень радужными казались. Возвращаясь к своей идее, которую я хочу разместить, мы сейчас, специалисты, достаточно много имеем информации, опыта, успешного, что социальный компонент, коммуникативный, если хотите, компонент в таких расстройствах имеет очень выраженное звучание, то есть он очень сильно представлен, если правильно слушать, и он имеет очень большое значение. То есть мы через это... То есть я правильно понимаю, перебью, я как сведущая должна же тоже что-то говорить. Мне нравится, когда вы перебиваете меня. Я правильно понимаю, что важность коммуникации определяется еще и тем, что уже специалисты установили, коммуникация может как помогать, а какая-то коммуникация может ухудшать эти состояния. Ну или как минимум поддерживать их в том виде, в том болезненном варианте, в котором эти... это состояние существует. То есть в каком-то смысле мы вполне можем говорить, где-то эта доля больше, а где-то меньше, но она всегда есть. Мы можем говорить о том, что душевное расстройство – это не болезнь одного человека. Это болезнь, ну, системы, хорошо так, да, семейной системы. И, например, даже в некоторых течениях, в некоторых направлениях рассматривает идею, пришли к выводу, что система в определенном смысле, безусловно, не договариваясь, ну, делегирует пациенту те все трудности, проблемы, которые внутри системы есть. Ну, грубо говоря, система порождает одного пациента, да, внутри себя. То есть, например, члены семьи, если у них там что-то где-то не складывается в их жизни, у них есть удобная лазейка, и они могут сказать, ну, вот, в нашей семье есть не вполне здоровый человек, и вот если бы не он, вот мы бы тоже, наверное, справлялись со своими трудностями лучше. Ну, или так. А в первую очередь это происходит таким образом, что ведь люди не договариваются, не садятся за стол, как в какой-нибудь игре, и не говорят, давайте назначим, вот мы все здесь собрались с семьей, и, может быть, это семья не одной горизонтали, а там бабушки, дедушки, да, внуки, собрались и решили, слушайте, а кто у нас, давайте кого-то, у нас как-то сложно как-то какие-то там подспудные какие-то вещи происходят, да, давайте выберем кого-нибудь, кто будет пациентом, и вот, значит, ну, такого не происходит. И делегируем ему всю какую-нибудь симптоматику, ну, тревогу, например, ребенку, да, или какое-нибудь двигательное беспокойство, и он в школе, это беспокойство будет видно, да, как он там, да, или давайте делегируем нашему отцу алкоголизм, ну, симптом, который будет... Странно звучит, конечно. Вот, но в каком-то смысле так и происходит, и поэтому именно из-за такого взгляда, я еще раз могу повторить, что этот взгляд обоснован и практически мы имеем уже достаточно большой опыт, я имею в виду мы, опять говоря, о коллегах, да, ну, может быть, даже уже там более чем полувековой опыт, да, где вот такое делегирование происходит, где один из членов... И я почему об этом начал говорить, опираясь на наш прошлый звонок, потому что, может быть, часть зрителей подумала, ага, ну, там речь идет о совсем нездоровом, ну, судя по тому, что говорила наша зрительница, о совсем нездоровом мужчине, да. Но здесь стоит иметь в виду, что примерно такое происходит и в других, при других расстройствах, да. У ребенка страхи... Я могу предположить, что, может быть, кто-то из телезрителей более агрессивные мысли подумал по поводу вашего предложения. Давайте. Ну, сына не могут привезти к специалисту, он не хочет. Можно позвать родителей и заработать денег на них. А в чем агрессия? Ну, думать так плохо о других людях. В смысле о специалистах? Да. Ну, о специалистах, которые заманивают к себе в кабинет любым способом. Если не самих пациентов, то тогда их родственников. Ну, отчасти люди с такими мыслями и приходят, и их озвучивают. Но здесь ведь есть тоже такая, ну, некий контекст, да. То есть я нуждаюсь в чьей-то помощи, и одновременно я думаю о том, что все, что ему нужно от меня, это только мои деньги, да. То есть, и это та самая, о деньги, ну, вы сказали, что это такое сердитое высказывание, да. В этом смысле этой сердитостью, этой бесчеловечностью какой-то, этой формальностью наделяется другой человек, да. Мы обычно говорим, что таким образом работает проекция. И масса историй, может быть, некоторое количество фильмов, кто смотрел, оно вот эту, как бы, интересную ситуацию обыгрывает. Пациент приходит и говорит, вы на мне только зарабатываете, да. Но сказать так, это опустить весь остальной контекст, да. И мы вполне оказываемся на продуктивном пути, когда начинаем говорить. А что вот в этом опущенном контексте, что за этой злостью, что за этим, за этой претензией по поводу зарабатывания, что за этим стоит, да. То есть, и так часто бывает, что люди упрекают своего специалиста, своего психотерапевта в том, что он только за деньги, потому что очень сильно хотят от него любви. То есть, они говорят… Безусловный, да, не оцененный в денежном эквиваленте. Да, мне очень плохо, меня никто не любит, я в этом мире одинок, все там, я не знаю, продажные еще какие-то… Туда же, доктор, вы хотите заработать. И вы туда же, да. А я бы хотел, чтобы вы принимали меня из-за того, какой я хороший, какой я замечательный, какой я там еще какой-то… Как вам интересно со мной, слушать мою историю. И, в общем, это очень часто про недостаток любви. И если нам удается начать об этом говорить, а тропинка обычно туда ведет, то человеку становится полегче в такой ситуации, да, когда эту агрессию за то, что меня не любят, я могу, ну, хотя бы частично вернуть себе. То есть, если я злой, то у большинства людей возникает мысль, что если я злой, меня точно невозможно любить. Если я своему психотерапевту скажу, что я на него сержусь, то я, наверное, недостоин любви. Мы немножко в другую плоскость перескочили, но это будет моим ответом на ваш вопрос, почему так люди могут подумать. Ну, я думаю, что в истории любой семьи, если мы говорим сегодня о семьях, где кто-то из близких страдает неким вот психическим заболеванием, отклонением, да, или какой-то вот этой симптоматикой, ну, наверняка там тоже стоят вопросы любви. Ну, вот вы сказали, страдает кто-то, это может быть бессонница у жены. Вот вдруг в семейной системе, в семейной ситуации у супруги начинается бессонница, и она своему мужу говорит, слушай, я никак не могу, вот я уже там которую ночь не сплю. Я имею в виду систематическая такая бессонница, не разовая какая-то, да, систематическая. И там развиваются вот такие некие моменты. Она начинает ночью просыпать, или она не засыпает, он рядом спит. Она его, может быть, желая не побудить, ну, так, из человеческих, реальную историю. Из благих намерений. Из благих намерений, да. Она мне, такая женщина, рассказывает, говорит, ну, я пошла в другую комнату, потому что ему-то рано вставать на работу, а я здесь ворочаюсь, я не могу. Вот. И по факту мы видим, что семья под таким соусом, скажем так, да, начинает расползаться по разным комнатам. Она там где-то спит, он просыпается, может быть, не просыпается. А что он делает, когда он вас не обнаруживает, когда он просыпается ночью? Да не, он не просыпается, он очень крепко спит и так далее. Говорит она то ли с обидой, то ли… Ну да, то ли, может быть, ей обидно, что, ну, она пожаловалась ему раз, два, и он как будто бы перестал беспокоиться по поводу того, что она не спит каждую ночь. Да, и если мы… я бы хотел зафиксировать сегодня вот эту одну идею, да, если мы смотрим вот через эту мысль, бессонница может быть страданием одного человека, ну, безусловно, такое бывает, да, и, наверное, она сходит к неврологам, там, еще к кому-то, да, может быть, даже там ничего не найдут, а может быть, найдут. Ну, как минимум, для этой женщины, раз уж о ней зашел разговор, это будет поводом пойти к каким-то другим людям. И, в общем, немножко о себе рассказать, о своей жизни. Ну, вот она не хочет идти. Что, может тогда ее идти? Мы начали с этого программы. Если для него это история такая, то почему бы и нет, и тогда такой мужчина придет, и я сейчас гипотетически, может быть, я вспомню, да, такой мужчина придет и скажет, знаете, доктор, моя жена не спит уже на протяжении 10 лет, и, в общем, или там 5 лет, ну, или плохо спит, да, и, в общем, это событие, может быть, у нее даже какое-то неврологическое заболевание развивается, да, но это событие очень серьезно влияет на то, что происходит в семье и то, как строится дальнейшая коммуникация. Вот, возвращаясь, я просто хотел один момент договорить, так это, как сейчас говорят, гештальт закрыть, да, закрыть эту идею о том, что рекомендация прийти самим годится не только родителям пациентов с выраженным диагнозом, но и любым другим родственникам, которые живут с людьми, ну, с какими-то там расстройствами, именно в связи с этой ситуацией, именно в связи с этим пониманием появилась помощь для созависимых, так называемых, да, когда родственники алкоголика, жены или мужья, дети начинают ходить на занятия, начинают ходить к специалистам, понимая, что, со временем, может быть, все больше понимая, что алкоголизм – это, ну, какая-то такая семейная история, да, именно поэтому родители детей, которые, не знаю, заикаются, которые вдруг поведенчески как-то отличаются в школе, у которых расстройство аутистического спектра, приглашаются в семейную терапию, приглашаются там на какие-то индивидуальные встречи, если они не могут семейно прийти, то есть, и мы видим, что если главный, ну, как кажется, нарушенный элемент системы не идет в терапию, а другие начинают ходить и меняться, то вся система потихонечку начинает меняться, люди начинают побольше узнавать о том, что происходит, но прийти к терапевту очень часто мешает очень выраженное сопротивление, не со мной же проблема, кстати, ваша реплика по поводу денег, они хотят заработать денег, это тоже форма, одна из форм сопротивления, может быть, да, я не знаю, зачем мне приходить, у него проблема, это он там что-то с ним происходит, да, вы там с ним поработаете, или хорошо, скажите мне, чтобы я ему или ей что-то сказала, но чтобы он пошел, а может быть, вы придете, ну, а мне зачем, у меня все хорошо, но это же у вас проблема, ну, действительно, это же сложно осознать, например, да, может быть, к вам прийти, вам прийти, а мне зачем, ну, это же у вас проблема, подождите, а у меня какая проблема, ну, у вас проблема с вашим родственником, вы не можете на него повлиять, вы не можете с ним договориться, например, вас настораживают, напрягают, бесят, там, еще какие-то моменты, разве это не проблема? Не, ну, да, конечно, это мои проблемы, но для того, чтобы мои проблемы решить, вы должны его забрать. Вылежите и отдайте мне готовить. Да, да, и тогда я буду спокойный на «я» или спокойный, я буду счастливый, я смогу с ним общаться, в общем, исправьте его, заберите. Ну, естественно, то, о ком идет речь, очень часто, не приходя, сопротивляется такой идеологии тоже, да, то есть, слыша в этом желание здорового, ну, да, члена семьи повлиять, проявить власть и исправить. То есть, я не пойду ради тебя. И, в общем, вот такая игра может длиться очень долго. Ну, интересно, мне кажется, вот поведение вот таких родственников может стать темой для отдельной передачи, потому что у меня сразу фантазии понеслись. То есть, что, кроме сопротивления, происходит внутри у этих родственников? Ну, во-первых, хочется, наверное, если я условно здоров, отмежеваться от болезни. Ну, то есть, мне трудно признать, что я как-то тоже заражен вот этими симптомами. Наверное, трудно признать, что в моей прекрасной жизни, на самом деле, качество этой жизни страдает от того, что рядом со мной такой человек. Опять же, наверное, это может быть, ну, тоже некая форма агрессии какой-то, да, по отношению к близкому, который меня донимает одними и теми же жалобами или одним и тем же неудобным поведением каким-то или донимает отсутствием решений. Вот, ну, почему вот он не хочет, вот не примет, наконец, решение сходить к специалисту? Ну, наверное, это меня бесит, как вот, не знаю, мужа или как жиду. Ну, да, я хотел прям коротко сказать по поводу, поговорить об этих родственниках, но этими родственниками мы все порой становимся, то есть, я хочу сказать, что это не какая-то отдельная категория людей, это мы все обычные люди, не всегда успевающие увидеть про вот эти системные процессы, вот. А по поводу донимать, ведь во многом симптоматика, или точнее, это второй какой-то момент, о котором я хотел сказать, но, видимо, скажу совсем коротко, напомнить, что мы общаемся, и мы с вами об этом говорили, не только при помощи слов, говоря друг другу что-то, но и при помощи, ну, как контекста, да, поведения, движений каких-то, мимических и прочих, в том числе по поводу симптоматикой своей мы общаемся, да, то есть, ребенок, который шалит, который, там, бьет других детей, что-то сообщает своим родителям, да, жена, которая не высыпается, которая не спит ночью, ну, наверное, отчасти что-то сообщает таким образом мужу, может быть, она сама не до конца еще понимает, что она сообщает, но она что-то ему говорит и слушает его ответ, вот. И в этом смысле желание или вот такая настойчивость, слушай, ну, сходи тогда к психотерапевту, это как будто я не хочу признавать, что ты хочешь мне что-то сказать. Успешной терапией я коротко, может быть так, что она сходит к психотерапевту, если дойдет, ну, или он, если это он не спит, придет и скажет, слушай, оказывается, своей бессонницей я кое-что хотела тебе сказать, ну, и, может быть, дальше будет там какой-то текст, может быть, даже не одноразовый, да, может быть, этот текст будет произносим несколько раз, и тогда, может быть, наступит время для мужа или впадать в какую-то симптоматику, ну, например, он скажет, слушай, я ничего не понимаю, вообще, это вы там идите разбирайтесь, или вообще, я, вот, эмоции женские меня, ну, совсем, да, либо, ну, он как-то, может быть, откликнется, втянется. Почему говорю он, она? Ну, все-таки, так, по опыту последних встреч, вы меня иногда спрашиваете, что было на встречах, по опыту я опять слышу, что мужчины как будто говорят, слушай, я не понимаю про чувства, вот, я понимаю про поведение, про действия, я вот тут деньги принес, полочку прибил, что тебе еще надо? Она ему что-то там какие-то чувства говорит. Ну, вот как-то так. Или, вот, вы начали про супругу, да, которая в кабинете найдет свои какие-то причины, или все-таки возвращаясь, мне просто нравится идея, что супруг, у которого жена с бессонницей, пришел к специалисту и, может быть, узнал, какие у них недоговоренности с женой существуют, и вывел ее на этот разговор. С бессонницей, с оголтелым шопингом, с тем, что она пропадает с подругами, с тем, что она выпивает, с тем, что она, ну, что-то еще происходит, и он это как-то, как-то ощущает, да, с тем, что у нее кто-то появился, и он приходит, говорит, слушайте, доктор, мне кажется, что у моей жены кто-то, кто-то появился, да, и, ну, с этого, может быть, начинается разговор. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор, для меня время в нашей программе пролетело очень быстро. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова